В частности, ротации коснулись Министерства иностранных дел. Назначены три новых замминистра и четыре посла. Сергей Олейник, первым замминистра иностранных дел. В его компетенцию будут входить западноевропейское и западноамериканское направления, а также страны так называемой Дальней Дуги. Юрий Амбразевич на посту замминистра будет курировать деятельность наших загранучреждений при международных организациях с учетом пассивности наших западных коллег на двустороннем треке. Игорь Назарук, еще один замминистра. Зона его ответственности, интеграционная проблематика и внешнеэкономическая деятельность. Александр Лукашенко назначил и новых послов. Ротация в государствах, значимых с точки зрения интересов нашей страны. География ответственности широкая. Владимир Улахович, чрезвычайный полномочный посол в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Анатолий Лис в Грузии. Владимир Боровиков во Вьетнаме. Лариса Бельская, постпредбеларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Я не стану тут распинаться и рассказывать, какие глобальные задачи нам предстоит решать. Скажу только одно, что Министерство иностранных дел стране серьезно задолжало. Если без конкретики, вы прекрасно понимаете. Поэтому поставлена задача, чтобы мы, не дай бог, больше не спотыкались на эти вещи. Новые лица в министерском корпусе. Главой Минсельхозпрода стал Игорь Брыло. Назначен новый министр образования. Напомним, эта должность была вакантной два месяца. Так ведомство возглавил Андрей Иванец. Усиление произошло и по линии Совбеза. Первым заместителем госсекретаря стал Павел Муравейко. Все на слуху. Военные, военные, военные. Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами. Военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет, а где же мы были? Почему нам не говорили? Поэтому я даже анализирую свои шаги и поступки. Часто думаю, ну может быть, мы излишне людям об этом говорим. А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать? Ну, я думаю, Павел, ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее. Поэтому я не думаю, что если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, мы не подошли и воевать не будем. Но людям надо говорить, чтобы они понимали, что в любой момент они же нас щупают. То вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война после этого мятежа. Но нам придется и осуществлять серьезный контроль за деятельностью армии. Александр Лукашенко сегодня также дал согласие на назначение Олега Житкова председателем концерна «Белгоспищепром». На пост гендиректора столичного телевидения согласован Александр Осенко. Президент также согласовал и иные кадровые назначения.